Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите Династия Ллойд, застройщиков, и добро пожаловать в новый день, в новый день нашего семейства. У нас с вами уже пятница, 11 часов утра. Наша Грейс, наша милая девушка-садовод, идёт заниматься пчёлами. Давайте ей пожелаем удачи и сил, если вдруг те решат её ужалить, а я думаю, что это вполне себе может произойти. И после этого, я думаю, что мы позанимаемся вот этими вот угодьями, позанимаемся нашим садом. Вот, мне, конечно, не могу сказать, что мне как-то особо нравится, что нам не надо ни поливать, ни пропалывать, вообще ничего. То есть тут по жизни с этим садом всё хорошо. Я, честно, без понятия, в какой момент игры это случилось, после какого из обновлений или выхода, после какого контента, я уж не знаю. Но никак эта ситуация не поправится, у нас сад постоянно в идеальном состоянии. Не знаю даже, как это, радоваться этому или печалиться, но тем не менее. Но я думаю, что мы с вами соберём весь урожай, поулучшаем, поспособствуем росту тем растениям, которым мы как бы вот сможем, да. И всё у нас будет хорошо. Да, у нас тут Рокси пришла. Слушайте, у нас же, точно, у нас же приходила Дия, и мы нашей Кейлайде обещали, что мы обязательно зайдём к ней в гости и познакомимся с её подросшей дочерью. И вот, собственно говоря, вот она сама пришла, наверное, мама её отправила, говорит, Рокси, дочь, иди сходи, посмотри, что там, чем там они вообще занимаются, собираются они к нам приходить в гости или нет. Филберт обещал, что мы придём, что придут они с вкусняшечкой, а они такие всё не приходят. Да что ж это такое? Почему никто не заходит ко мне в гости? Слушайте, точно. Я только что об этом вспомнила. Вот, и такая вот дочурка подросла у нашей тётушки Дии. Да, мне кажется, очень интересная девчонка, очень мне нравится. Вот, и я думаю, что да, и у нас по-прежнему ходят голые русалки. Я не знаю, что это такое, ребята, но я ничего не могу с этим поделать. Мэй Ривера, ты хотя бы не голая, у меня нет. Мэй Ривера у нас не голая, у неё всё замечательно. Да, ребята, я хотела сказать, что у нас, как вы помните, наверное, вы помните Филберта в предыдущей серии достиг нового уровня в своём волшебстве. Он стал приверженцем. Да, и я очень рада, что у нас всё так замечательно сложилось. Поэтому, в принципе, мы с вами можем уже отправляться в мир магии, можем снова заниматься вместе с нашими мудрецами, спрашивать у них о новых заклинаниях. И я думаю, что мы обязательно с вами это и сделаем. В принципе, сейчас, я думаю, что мы с вами можем туда и отправиться. А вечером, вечером, я думаю, что мы как раз-таки посетим нашу тётушку Дию. Вот, и познакомимся, наконец-таки, с Рокси уже как бы лично. Да, будем считать, что Рокси у нас как раз оставила весточку. Вот, нам, кстати, тут высвечивалось сообщение о том, что, во-первых, у нас снова открыто голосование. Вот, надо что-то делать с этой свободной любовью. И вообще, надо проголосовать нам с вами за что-то хорошее. И также нам тут написали, что все приверженцы получают волшебную посылку, совсем необходимую для повседневной жизни начинающего чародея. Мне очень интересно, что нам такое там прислали. Петиция об отмене. О, давайте вот как раз сделаем петицию об отмене. Вот, и возьмём почту. Да, я очень хочу это сделать. О, заплаточка, заплаточка. Добро пожаловать домой. Проходи в гости, да. Располагайся, мы тебе всегда рады. Надо будет с ним как-нибудь тоже пообщаться, кстати. Вот, Джером у нас успевал этим заниматься. Нам с Филбертом пока что не всё так гладко удаётся. Так, здравствуйте. Как дела, Филберт? Один из моих друзей познала ваша хорошая репутация. Хочется с вами познакомиться. Можно я дам ваш номер? А, ну, я даже не знаю. Ну, ладно, давай. Ну, давай, Патриция, окей. Я не против. Так, давайте посмотрим, что нам по почте пришло. Вау! Слушайте, нам зелья поприходили. И за Влади. Обалдеть, ребята. Слушайте, а как удобно быть чародеем, оказывается. И метла. Почему у нас... И нам ещё метлу дали. Метла из сучковатого дерева. Обалдеть. И палочки. Слушайте, нам что-то ещё... Нет, так, стоп, это метла. Нет, палочка у нас одна. Всё, я перепутала иконки. Просто извиняюсь. Обалдеть, ребята. Слушайте, как классно. И яблочки нам дали, да, я так полагаю, для того, чтобы зелья валили. И... О! Сфера волшебного питомца Ворон! Ребята! Обалдеть, ребята! Вы... Я не знаю, помните вы это или нет, но... Я же так хотела, чтобы у нас был вместе с вами волшебный питомец. И я хотела, если вы помните, именно Ворона. Я вам ещё говорила очень-очень давно, когда только вышел игровой набор Мир Магии. Что я бы очень сильно хотела, чтобы символом нашей династии стал именно Ворон. Ну, поскольку это такая... Мне кажется, что наша фамильная черта, наш нос идеально подходит и очень похож как раз-таки на Вороний Клюв. И слушайте, вы можете себе представить? Нам прислали волшебного питомца, и это именно не кто-то там, а это именно Ворон. Класс! Обалдеть! Выбрать волшебного питомца! Классно! Слушайте, надо его как-то назвать. Ральф. Нет, ну, Ральф, наверное, нет. Так, можно это как-то... Можно как-то этот выбор отменить? Я не готова давать имя. Ладно, давайте я сейчас подумаю и включусь. Знаете, что мне очень понравилось одно имя? Ну, как бы запало в душу, мне кажется, оно очень интересное. И звучит оно как Альбедо. Так что теперь у нас с вами наконец-то появился вот так вот случайным образом, из ниоткуда кто-то прислал нам нашего фамильяра, который теперь станет символом этой династии. Ворон по имени Альбедо. Давай, Филберт, покажешь нам Альбедо? Ну, давай. Нет? Нет? Не покажешь? Так, ну, давай, Заяц, где Альбедо? Так, тут у нас этой штуки уже нету. А куда ты ее засунул? Можно тебе спросить? Волшебство, волшебные питомцы, отпустить, призвать. Давай призвать. Вот, давай покажем нашего Альбедо. Ну-ка, Филберт, давай. Покажи, покажи, как выглядит наш Альбедо. Так, опа, супер, смотрите, и сразу же стал уверенный в себе волшебный питомец рядом. Слушайте, классно, да? Вот так вот это все выглядит. Нет, обалдеть. Вот уж никак я не могла подумать, что в этой серии у нас появится с вами ворон, да? То есть наш ворон, которого мы будем передавать из поколения в поколение. Это тот самый фамильяр, который будет именно у наследников, будет их сопровождать все 10 поколений. И, может быть, даже и больше 10 поколений. Я надеюсь, что мы все-таки с вами доиграем до этого момента. Ну, по крайней мере, мне бы очень сильно этого хотелось. Поэтому, да, вот он, наш дорогой Альбедо. Так, мы ничего не можем с ним делать. Окей, я поняла. Знаете, что я еще хочу? Давайте мы петиции об отмене подпишем. Я не хочу вот этой вот свободной любви. Да, свободная любовь. Да, пожалуйста, давайте ее запретим, потому что это совсем не дело. Я думаю, Грейс, кстати, ты можешь то же самое сделать? Остановить процесс отмены. А, отлично, все, значит, один человек это может сделать, и все. Так, да, мы начинаем процесс отмены. Когда... Так, пять необходимых подписей. Ага, пять необходимых подписей. Все, я вас поняла, без проблем. Значит, будем собирать подписи. На самом деле, я подозреваю, кто прислал нам этого ворона, да. Мне кажется, что таким мог заняться только один человек, и это Элифия Салазар. Да. Мне кажется, что Элифия очень заботится о нашей семье, и она переживает за Филберта, за то, как он развивается. Она знает, что он очень сильный маг, и ему нужно как-то научиться управлять этой силой, чтобы она попросту ему не навредила самому. Поэтому она решила, что почему бы не прислать ему вот это вот прекрасное чудо, чтобы он помогал нам во всех наших делах. Так, Филля, Филля, пошли с тобой кушать. Да, ты уже сам идешь кушать, замечательно. Ты у меня просто умничек. И, кстати, голосовать за комплексы мер. Ну, потом с тобой... Ладно. Ладно, иди сейчас проголосуй, а потом мы с тобой взять остатки пищи. Вот, мы с тобой позавтракаем тостом. Так, Альбедо, давай за нами, следуй за нами, дорогая наша птичка. Так, и что у нас тут? А, у нас всего 8 очков влияний, все понятно. Так, у нас за что голосуют? Ну, естественно, за сущность общества потасовки не возбраняются. А нет, еще вот у нас лидер, абсолютный лидер тренировки для тела и разума. Слушайте, ну, видимо, разум у нас еще остался все-таки. У жителей пригорода в нашем Нью-Кресте, да, в нашем славном городке, это, конечно, не может не радовать меня. Так, и Грейс у нас пошла медитировать, я так полагаю. Здравствуйте, Филберт, очень рад вас видеть в добром здравии, да. И я рад приветствовать вас за платка, да. Спасибо огромное за то, что помогаете нам по саду в нашем доме. Отлично. Так, такая прелесть, так пожали друг другу ручки. Слушайте, классно. А мы с Филбертом все-таки отправимся в мир магии прямо сейчас. Я думаю, так будет лучше. Вот, отправиться в волшебный мир. Давай, дорогой мой, хорош, хорош играть. Да, и похвастаемся нашей новой птичкой, да. Заодно спросим, кто это нам прислал. Ну, я думаю, в принципе, и так понятно, кто. Ну что же, мы с вами прибыли в волшебный мир уже. И мы сейчас разговариваем с Элифией, делимся с ней тем, что сегодня мы заглянули в почтовый ящик и просто обалдели от того количества подарков, которые мы там обнаружили. Да, Филберт у нас сейчас говорит, Элифия, вы просто не представляете, там было столько зелий и вообще всякого разного. А, да, Филберт, привет-привет, рада видеться. Че, обсуждайте? Здравствуйте, Фурия. Да, Филберт тут рассказывает кое-что. Да, я такое сегодня нашел. И зелия, которые пополняют потребности вообще и в питании, и в чем угодно. И вот это вот чудо по имени Альбедо было тоже там. Вы случайно не знаете, кто бы это мог сделать? А, Альбедо, значит, ты уже имя ему дал. Ну, хорошо, хорошо, это славно. Я очень рада, что тебе понравился твой фамильяр. Ну, я думаю, для тебя не будет секретом, если я скажу, что это не я сделала. Да, ничего мне еще делать, подарки тебе слать. Ты не заслужил пока что, я считаю. Но, тем не менее, среди нас есть один человечек, который уж очень хорошо к тебе относится. И поэтому, да, поэтому я считаю, что тебе, Элифию, нужно как следует отблагодарить. Так, давайте, ну, польстим Фурии, да. Вот, как-нибудь попробуем с ней все-таки подружиться. Да, спросим о карьере, скажи. Я безумно рад, мне так приятно. Я вообще, мне так понравился Альбедо. Я чувствую себя с ним намного сильнее. И, вы знаете, я чувствую себя с ним намного спокойнее. Я обязательно поблагодарю Эльфию, конечно. Ну, вот и славно, хорошо, хорошо. Только не забудь обязательно. А то, знаешь, не каждому волшебнику такие подарки сразу с бухты-барахты выпадают. Да, конечно, я все понимаю. Но это хорошо, что понимаешь. Да, ты, кстати, извини меня за тот раз. Да, ну, помнишь, когда я тебя в рыбу обратила. Ну, сам понимаешь, такая была ситуация. К нам никто не мог в мир заходить. А тут ты раз такой красавец нарисовался. Поэтому я должна была действовать незамедлительно. У нас Филберт, наверное, ответил. Да, я все понимаю. Без проблем, конечно, я бы, наверное, на вашем месте поступил бы так же. Ну, ладно, ладно, если что, заходим. Посмотрю, что ты там умеешь. Что могешь. Может, научу тебя чему-нибудь. Так, ну, давайте все-таки поблагодарим Эльфию, да. Еще раз за заботу, за все. Эльфия, я просто в шоке. Вы не представляете, я не могу описать даже свою благодарность. Огромное спасибо вам за заботу и за то, что вы мне прислали сегодня. Это просто невероятно. Да, будет тебе. Ладно, Филберт, все в порядке. Я действительно переживаю за тебя. Я хочу, чтобы ты умел управлять своей силой. Знаешь, совсем невыгодно, если внук самого Великого Стража Пространства и Времени пострадает от своей же силы, которой он обладает. Это совсем не годится, мне это не нужно. Вот поэтому я и прислала тебе эти все подарки. Я надеюсь, что они тебе помогут обязательно. Да, кстати, ты говорил, что ты уже там прокачался, да? Как вообще обстоят дела с заклинаниями? Да, вы знаете, мне кажется, что я становлюсь все виртуознее и виртуознее, все сильнее и сильнее. И мне кажется, что я вчера просто достиг какого-то бума, какого-то нового уровня в своем волшебстве. Именно поэтому я сюда и приехал. Это хорошо, замечательно, я очень рада тебя видеть. Значит, мы с тобой сможем изучить что-то новенькое. Я очень сильно на это надеюсь, Элифия. Ну, хорошо, давай, покажи мне, что ты умеешь, и я, может быть, тебе что-нибудь еще расскажу. Так, давайте еще выразим восхищение Элифии, конечно, вот. Так, и потом-потом мы... Мы, знаете, что сделаем, конечно же. Мы попросим... Нет, дуэль мы не будем вызывать, конечно. Мы попросим обучить практической магии. Вот, и еще попросим... Попросим обучить волшебству, наверное, вот так, да? Давай, скажи, Филберт, ну что, я уже достойна того, чтобы вы меня чему-нибудь научили? Да, конечно, смотри, вот, показываю. Ого, все понял, здорово. Так, мы узнаем цветение. Это как раз-таки, если я не ошибаюсь, по-моему, это то самое заклинание, которое мы можем использовать. О, обожаю новые заклинания. Да, альбедо у нас тоже в восторге. Так, отлично, отлично. И давай... Так, а почему мы не можем попросить только в своем городе? А, все, я поняла. Ну да, логично. Так, давай попросим, наверное, обучить волшебству. И еще, еще, еще что мы сделаем? Попросить научить нового рецепта зелья. Вот это вот почему бы и нет. Так, и после этого, после этого заклинания. Заклинания нет. Все, значит, вот так вот, так, отлично. Все, тренируйтесь, ребятки. Да, вот здесь вот, вот здесь вот нужно побольше сконцентрировать энергию, дорогой. Ты какой-то немножечко рассеянный. Мне кажется, ты иногда не совсем о том думаешь. Так что давай, соберись, соберись. Вот так, как я делаю, смотри. Вот так и ты делай. Нет, вот так не годится. Нужно полностью сконцентрировать энергию в одной точке. Вас понял, эльфия. Так, и... А, это Лидия у нас спросила наш номер телефона, что ли. Ну ладно, хорошо, хорошо. Так, супер просто. У нас тут все варят, каши варят. Давайте мы после этого подойдем к Фурии. Вот она тут уже с кем-то разговаривает. Наверное, тоже обучает кого-то. Давайте предложим ей авантюру. Авантюру по поводу того, а почему бы ей не показать нам парочку приемчиков и не научить нас новому заклинанию какому-нибудь. Вот, давайте поднимем ей настроение. Ну, окей, вот так вот пускай будет. Да, я бы хотела, чтобы мы сейчас побольше всякого новенького узнали. И, в принципе, нам уже скоро надо и отправляться домой. Мы ведь сегодня хотели зайти в гости, да, к нашей тете Дии. Говори, все, спасибо вам огромное, я полетела, у меня есть одно дело. Да, конечно, без проблем, забегай, буду очень рада тебя видеть и пообучать. Да, да, конечно, я обязательно забегу, даже не думайте. Так, все, летим в Нью-Крест скорее. Вот, и я, наверное, уже встречусь вместе с вами, даже, наверное, когда мы будем уже на пороге. На пороге у тети Дии. Ну что, ребята, не прошло и полгода, как мы с вами наконец-таки пришли в гости к семейству Гротта. Да, вот уже мы с вами прошли. И у нас, кстати, Андрюша тоже уже стал старенький, как я понимаю. Да, и вот оно, семейство Гротта. Вот такая вот подросла девчоночка Рокси. Мне она очень нравится, очень необычная девчонка, такая интересная, яркая. И пацанчик тоже у них замечательный, Марк Гротта. Вот, тоже, мне кажется, очень интересный на внешность парень. Прям супер, вот. И Филберт наш пришел, конечно же, не с пустыми руками, как мы и обещали. Сейчас я вам покажу, что мы тут вместе с ним приготовили. Мне кажется, Филберт сам себя превзошел. Баклажан с пармезаном. Вот так вот, ребята. Вот так вот, посмотрите, какую вкусняшечку он у нас приготовил. Вот, мне кажется, что это прям... Ах, что это прям просто супер. Если честно, я бы сама с удовольствием такое попробовала. Вот, только поглядите, вот только поглядите. Магет, Магет, Филберт все-таки, вот. Молодец, молодец. Хороший парень. Мне нравится. Мне нравится. Надеюсь, что вам тоже. Да. И давайте-давайте же скорее-скорее наконец-то поговорим с тетей Ди, да. Шутить о моде. Попробуем, почему бы нет. Узнаем, как прошел день. Вот. И, кстати, Грейс у нас... Да, давай, Грейс, наверное, пообщайся с Рокси. Вот, почему бы и нет. Собственно говоря, Рокси у нас кокетливая, да. Так, где ты? Здравствуйте. Привет, Марк. Привет, Рокси. А вы подросли с последней нашей встречи довольно-таки сильно. Ты вообще стал такой уже большой парень. Здравствуйте, здравствуйте. Да, вы знаете, когда вы к нам в последний раз приходили, я был совсем маленький. Я даже вас толком и не помню. Но мне мама рассказывала про вас, да. Ну, все у вас хорошо в семье, я надеюсь. Все в порядке. Наконец-таки мы смогли к вам выбраться. Филберт очень давно хотел. Но, знаете, пока что не очень получалось. Рокси у нас, наверное, скажет. Да, я знаю, мама рассказывала, что у вас там определенные проблемы. Поэтому, как бы, мы все понимаем, не переживайте. Но вашу семью всегда рада видеть. Поэтому заходите в гости. Хорошо, хорошо. Будем иметь в виду, конечно же. Так, Филберт, а ты тут что? А ты тут общаешься с тетей Ди? Здравствуй, здравствуй, тетей Ди. Ну, вот я и пришел. Я же говорил, что я приду. А ты уже, наверное, не верила. Думала, что я опять тебя обманул. Ой, да ты знаешь, я всегда тебя безумно рада видеть. Да, кстати, как тебе погодка? Нормальная? Сегодня метель такая. Вообще, довольно-таки плохая видимость. Мы с Грейс чуть доехали. Ну, хотя бы все в порядке. Нормально? Дорога у вас прошла? Да, все замечательно. Кстати, ознакомься. Если что, птичка сзади меня. Это мой новый фамильяр. Его зовут Альбедо. О, я думаю, что это за чудо такое чудесное летает. Но оно хоть не опасное. Дом мне не разбомбит. Нет, тетя Ди, а что вы? Он совершенно безопасен. Более того, он очень помогает мне. Так что все будет хорошо. Я вам тут приготовил вкусняшечку. Так что предлагаю все наши тусы перенести на первый этаж. Ой, правда? Да неужели с вкусняшечкой пришел? Слушай, ну ты как всегда как что-нибудь выдумаешь. Ну, вы еще не знаете, что я там выдумал. Поэтому предлагаю всем вместе и узнать. Да, давайте, правда, все вместе узнаем. Грейс, зови за стол. Ты ближе, наверное. Пригласить за стол. Вот, отлично. Сейчас все покушаем вкусняшечки, которую наш Филберт любезно приготовил. Да, проходите, проходите к столу, пожалуйста. Угощайтесь. Там Филберт старался. Что-то там новое приготовил. Какой-то рецепт отрыл. Вообще не знаю, где он его взял. О, интересно выглядит. Ну, сейчас заценим, заценим. Так, ну все проходите, проходите. Давайте, спускаемся. Спускаемся. Замечательно. Все идут кушать в обязательном порядке. Кстати, у семейства Грота... А, ну у них по осеннему дом украшен, да? Я так понимаю. Ну да. Надо бы уже по зимнему, кстати. Но мы, конечно же, будем это делать, когда будет канун Нового года, я думаю. Вот. Ой, ну Филберт, как всегда, конечно. Как принесет какую-то вкусняшечку, так хоть стой, хоть падай. Ой, дорогой. Тебе нравится? Да, дорогая, очень вкусно. Я тебе хочу сказать, что Филберт у тебя очень талантливый. Да, я знаю. Я очень люблю этого мальчика, но он так ко мне редко заходит, а я так скучаю. Филберт, вот почему ты ко мне так редко заходишь? Совсем не вспоминаешь о старушке. Скажи, Филберт, нет. Ну что вы, перестаньте. Я никогда о вас не забывала, даже не думайте. Ну что, тетя Ди, как вам, в общем-то, новое блюдо? Я сегодня нашел рецепт потрясающий. Мне показалось, что это будет как раз то, что нужно. Очень вкусно, Филберт. Спасибо тебе огромное. Единственное, я бы тебя попросила, чтобы ты почаще приходила, а то, понимаешь, я уже совсем старенькая, и не знаю, сколько мне осталось тетя Ди. Давайте мы не будем на такой грустной ноте продолжать наше общение. Вы прекрасно выглядите, и я обещаю, что обязательно буду к вам заглядывать, поэтому, пожалуйста, даже не думайте о таком. Ну ладно, ладно, хорошо, не будем, не будем о плохом. Так, о, отлично, Рокси у нас прибирается, какая молодец, слушай. Да, дочь у вас хозяйственная, я смотрю, замечательное воспитание получила. Ну так еще бы, она же вся в меня, а как же по-другому-то. Так, ну что, зашли мы в гости уже почти час ночи, я думаю, что, в принципе, можно совсем скоро и выдвигаться. Вот, давайте мы еще немножечко поговорим с тетей Ди, расскажем ей забавную историю, похвалим ее на ряд, еще расскажем, чтобы она не переживала, что она прекрасно выглядит. Вот, и я думаю, что уже, в принципе, можем выдвигаться вместе с вами домой. Вот, Марк уже, вон, уставший, собирается идти спать. Да, детям, правда, уже пора спать, а то час ночи все-таки, ну правда. Кстати, да, мы пока что не получили наше отчисление, наш процентный доход, либо он только со следующей недели будет действовать. Ну ладно, я все еще жду. Я все еще надеюсь, знаете, все еще жду, надеюсь, что придет. Тетя Ди, вы прекрасно выглядите, даже не вздумайте придумывать. Я к вам обязательно буду заходить вкусняшечками, как всегда, так что даже не огорчайтесь, я вас просто умоляю. Ну ладно, ладно, хорошо. Считай, что ты у меня убедил, считай, что я тебе поверила. Я постараюсь как-то не огорчаться. Но, знаешь, наверное, я так уже что-то подустала за сегодня, поэтому ты не против, если я уже буду, наверное, скоро ложиться отдыхать. Да, конечно, конечно, не переживайте. Я все понимаю, вы что? Сейчас мы пойдем. Ну что ж, хорошо, дорогой. Спасибо огромное, что зашел. Была очень рада тебя видеть. Да, Рокси? Да, конечно, заходите к нам почаще. Обязательно будем заходить. Да, тогда мы уже, наверное, и правда поедем, чтобы не мешать вам. Поэтому, да, спасибо большое, что приняли нас. Да, не за что. Ты, главное, заходи, Филберт. Ты знаешь, мы всегда тебе рады. Всегда рады будем тебя видеть. Отлично, отлично, все. Проведали, проведали мы тетю Дею. Оставим ей вкусняшечку здесь. Вот, отлично. Кстати, она прям почти нетронутая вышла. Совсем мало отрезали от нее. Так, ну все, давайте тогда будем отправляться уже домой. Ну что, дорогие друзья, мы с вами прибыли домой. Да, но, кстати, к моему огромнейшему удивлению, наши симы чувствуют себя мало того, что как бы прекрасно, так они еще и спать практически не хотят. Все-таки дополнительная черта характера динамичный работает. И я бы сказала, работает просто каким-то потрясающим образом. Поэтому, знаете, я думаю, что это отличный повод, чтобы мы с вами еще попрокачивались. Да, поэтому угадайте, куда я отправила Грейс. Конечно же, я отправила ее медитировать. Вот, я надеюсь, что у нее получится как-то хорошо в этом прокачаться. Ну, думаю, ближе к утру я все-таки их положу спать, возможно. Так, выпить не, давай, дорогой мой, давай пить мы не будем с тобой. Спускайся, пожалуйста, в подвал, идти сюда. Вот, и ты у нас будешь заниматься волшебством. Ничего не знаю. Просто вот ничего не хочу знать, никаких возражений. Так, солнце мое, ты идешь? Так, отлично, вот как раз четвертый навык здорового образа жизни. Четвертого уровня достигает наша Грейс. Это просто потрясающе. Так, а ты давай, дорогой, давай будем заниматься, учиться волшебством. Вот, неукоритимая магия, проказливая магия и практическая магия. Вот, замечательно. Да, теперь у нас появился Альбедо, с чем я вас всех еще раз и поздравляю. Так, и отлично, мы сразу же узнаем заклинание Халадрыга. Потрясающе, новое заклинание, да так интересно. Альбедо у нас снова в восторге, но я в принципе тоже. И да, ребята, я уже думаю, что пришла пора прощаться. Надеюсь, что вам было интересно и что эта серия вам понравилась. Огромное спасибо за внимание, за то время, которое вы мне уделили. Мы с вами увидимся совсем скоро. Ну а пока что, всем пока.